Что касается Олимпиады, здесь очень интересная произошла история, когда Путин делал неимоверные усилия для того, чтобы выиграть вот эту Олимпиаду. Он предполагал, что она станет таким триумфом Путина на международной арене, она уже не будет играть этой роли. Да, бойкота не будет, но польза может быть только какая-то внутренняя, и это вот первое, что произошло. Я думаю, что вот эта шумиха, она хороша именно тем, что она с одной стороны все-таки не приведет никакой бойкоту, а с другой стороны покажет нашим властям, что невозможно одновременно стараться быть частью мира глобального и в то же время выращивать в людях какие-то изоляционистские интенции. То есть одновременно сажать, то есть делать плохую атмосферу для предпринимателей, иметь плохие, то есть нечестные суды и одновременно говорить welcome, Сочи, приезжайте. Вот это двуличие, собственно говоря, нашей власти, оно подверглось некоторым испытаниям. Второй аспект, который появился в ходе подготовки, это, конечно, Олимпиада, как такая линза собрала в себе все наши негативные черты нашего общества. Но в первую очередь коррупция и воровство, которые там, насколько я понимаю, достигли каких-то астрономических масштабов, вплоть до того, что уже сам Путин не выдержал. И тоже очень важно, что если это такой важный для Путина проект, и он будет бороться против коррупции и воровства в этом проекте, то нельзя так локализовать. Значит, надо бороться против коррупции по всей стране. Так что в каком-то смысле она сыграет для нас какую-то положительную роль. Поэтому я думаю, что те задачи, которые ставит власть Пирсовой в Олимпиаде, она их не достигнет. Олимпиада пройдет, пройдет при пустых трибунах. И это будет очень болезненный урок для власти. И вполне возможно, этот урок пойдет впрок.